Коллеги, друзья, еще раз в один день. Хочу приветствовать вас в 1637 в красном зале РИФ «Воролин-2016». В течение двух дней проходили разные форматы по работе с командами стартап-проектов. Это были выступления в формате лекции, но в большей степени все было направлено на работу, на конкурс и связь, на какую-то экспертизу и так далее. Тема сегодняшней секции звучала как «Ангел и парень». А нет, это было выступление, прошу прощения. Тема секции – это «Ангел и фонды». Но по факту, кроме «Ангелов и фондов», сегодня будет речь о всех различных способах получить инвестиции и деньги, в принципе, в свой проект. Так, например, ребята из IT-парка, Ленар Халиков, Паем Ахнезианов, будут говорить про, в принципе, там, у них тема, опять, основных способов получить инвестиции, но они будут говорить много о государственной поддержке, насколько я знаю. Вот, сегодня будет Кирилл Готовцев, он сзади идет уже рассказывать про такой метод сбора средств на свой проект, как «Краундаунинг». Такое новое направление, тоже интересное, которое и стоит списывать со счетов, скажем так. Вот, и будет Ленар Халиков, который расскажет про, вообще, в принципе, ангельское движение в России, про, где, наверное, немного, но я надеюсь, это будет не рекламный формат, про «Richard Club», про ангельскую организацию, которую вы представляете, да, и, в общем-то, у вас будет по факту возможность оценить плюсы и минусы всех возможностей получения инвестиций. Вот, я призываю, так же, задавать вопросы, активно включаться в работу, но я думаю, что, если удобно, да, если вы будете перебивать, перебивайте, все так и прочее. Вот, я благодарен, наверное, можно, либо, вот, если у ребят не выйдет, можно мне еще подавать сигнал, если нужно задать вопросы, что же такое, я буду. Да, ну, какой-нибудь сигнал, звуковой, светодица. Все, значит, первым у нас будет выступать Женак Халиков, экипа татарстанская. Пошу, приветствую. Всем привет, мы из Татарстана. У нас такие классические русские имена Генар и Фаен. А мы сейчас с нами еще был Мансур, но вот раз на Вейнар. Сегодня поговорим о том, какие варианты привлечения инвестиций вообще есть, о том, какие основные ошибки есть, и о том, почему деньги ей нужны. О том, когда они бывают нужны. Я представляю, собственно, бизнес-оккубатор вот этого замечательного красивого здания, эти парты нам три года. Что есть? За это время 3000 стартапов примерно через нас прошло, резидентам становились 246, то есть меньше чем 10% к нам прошли. И что самое интересное, мы не берем долю и не даем денег. Я расскажу, мы не берем долю и не даем денег. Но при всем этом, за время работы, в эти 246 стартапов было включено, было сделано 50 сделок, 50 инвестиций на общую сумму 350 долларов рублей. Как мы это сделали и какая структура в этой инвестиции? Вот на слайде. По нашему опыту и по тем стартам, которые у нас есть, фонды порядка 40% сделок, бизнес-амбилы порядка 30%, корпоративные фонды 10% и различные конкурсы и гранты порядка 20%. Корпоративный фонд, что такое объяснение, то всем, кому не нужно, но если бы не словах, это когда большая крупная компания просто покупает стартап, потому что стартап очень далеко ушел в то направление, куда эта корпоратива захотела двигаться. На слайде самое интересное из сделок, которые были, тут есть янгельские и истории, и фонды, и венчурные, и корпоративные. Собственно, перед тем, как поговорить о том, какие способы привлечения денег вообще есть, хотелось бы, наверное, в небольшой интерактив. Три вопроса. Есть в зале кто-нибудь, кто уже привлекал деньги? Грустно. Тогда так, кто пытался привлечь? Супер, один человек. Можно сразу вопрос, а каким способом ты пытался это сделать? Микрофон. Венчурный фонд, раз. Я так и скажу. У нас малый бизнес, в компании, в которой, по-моему, в рынке работают, мы пытались через венчурные фонды привлечь, но нам сказали, что наши обороты и собран динамика потенциально неинтересны. Если я не подражаю, еще пару вопросов. Как ты это делал через венчурные фонды? Кому-то конкретно просто писал или на каких-то площадках рассылал всем презентации, может быть, звонил кому-то? Как ты это вообще делал? А в поисковиках нашел, какие есть венчурные фонды представлены здесь, в Воронеже. А, Владимир Воронеж? Да, позвонил, подъехал, побеседовал. А в Воронеже есть фонды? Ну, есть представительство федеральное структуру. Вопроводах. И сошлись на том, что достаточно, чтобы было… Слишком маленькие обороты, и этот бизнес, по мнению венчурного фонда, не вырастет. Это то, что интересно. Да, ну, спасибо. Это очень существенный какой-то комментарий. Прошу запомнить, что вот слишком маленький бизнес, который не вырастет достаточно, чтобы вам дали денег. И вот тут он там специально под маленькой звездочкой. Обычно, если кто-то поднимает руку в зале и говорит, что я привлекал уже инвестиции, вот эта звездочка очень хорошо работает. Инвестиции – это то, что дают вам внимание, чтобы на вас заработать, а не чтобы вы купили себе новый MacBook, новый iPhone, запустили масштабную рекламную кампанию и встили весь бюджет за год. То есть это очень такая ключевая фраза. Вам дают денег, чтобы на вас заработать. И это нужно прекрасно понимать и принимать. Я думаю, после меня еще вот Эльдар, когда правильно будет рассказывать, это раскроется подробнее. Итак, пять основных, самых таких популярных. Насколько способов привлечения денег сейчас очень много. От легальных до нелегальных и бантистских сфер. Вот пять самых таких, наверное, известных, популярных управлений, которые в любом гугле, в Яндексе вы найдете. Первое направление, которое всегда напрашивается – где мне взять деньги, это мне нужно пойти в фонд. Меньше фонда сейчас в России. Очень много, я думаю, в поле 300, с огромными портфелями, с огромными деньгами. И если почитать новости, с огромными чеками. По 8-12 миллионов долларов падают. Соответственно, у стартапа глазки определяются. Здорово, я могу привлечь 10 миллионов долларов. Круто. Всего еще нужно написать и еще что-то сделать. Но слайд не зря такой, ну, про Акулу. Фонды, они, собственно, вот, в этом примере, хотят очень много на вас заработать. И если рынок недостаточно большой, то будет просто фонду неинтересно. Соответственно, и фонды к классическому на раунде лейд, например, меньше, чем 500 тысяч долларов, давать вам смысла нет, потому что для них самих эта сделка будет слишком дорогой. И чаще всего фонд дает денег зачем, чтобы вас потом перепродать и, соответственно, выйти и заработать. Если выходит фонд с коэффициентом меньше, чем 5-6, то есть перепродали вас дешевле, не дороже, чем 5 или 6 раз, опять-таки, вы им просто неинтересны. Какие способы существуют работы с фондами? Вот, очень грустно, что всего лишь один человек пытался это сделать, но обычно, да, все работает так. Вы не бросаете презентацию или познакомились с какой-то тусовки, начинается общение с аналитиков фонда, и далее там по иерархии решение принимается. Нюанс в том, что от момента знакомства и заинтересованности фонда и вас друг в друге, до сделки может пройти до трех и больше 200. По нашему опыту, с теми фондами, с которыми работали, это был опыт одного до трех 200. То есть с момента, когда руки пожарили, все равно что-то написали, бумажку о том, что договорились, и до практически поступления денег прошло три месяца. Есть еще один нюанс. Когда вы уже во всем договорились и, в принципе, все подписали, частенько приходит первый транш. Например, вы договорились на 500 тысяч долларов, а вам пришло 30 тысяч рублей. Первый транш. Зачем? Есть варианты. Тоже хороший вариант. Есть у вас вообще на чем-то счет? Нет, на самом деле проверить те, скажем так, адекватность команды. Насколько она может отчитаться за эти деньги, насколько она их правильно использовала, и как она вообще себя ведет. Бывают такие случаи, когда вы все договорились, 300 тысяч вам дали, а команда не даже отчитаться нормально может. Собственно, о чем дальше говорить? Акселераторы бизнес-инкрубаторы. Одно время, где-то года два назад, было несколько таких популярных сайтов, называемых у себя акселераторами, которые якобы давали вам денег. Но кто-нибудь пытался в акселераторах подарить заявку? Нет. О, хорошо. С вами очень такой один. Частенько бывало такое, что человек заявка по тарелке, ему говорят, окей, мы тебе даем 30 тысяч долларов сервисами. Нет, вы медиками. Из акселераторов, которые дают живые деньги в России, наверное, только фрии. И как инкубатор МГУ немножко денег дает. Я, к сожалению, других акселераторов не знаю, которые дают именно живые деньги. Сервисы. Мы сервисы тоже даем, но мы за это долю не берем. Собственно, самые живые и самые рабочие, фрии. И несколько инкубаторов, которые можно купить. Краусорсинг. Об этом поподробнее расскажут, но на нашем опыте с нашими стартапами один из проектов собрал 150 тысяч долларов на кикстартере, но по той причине, что он был не из России, а из Украины. А можно даже показать. iBlazer – это вспышка для айфонов. Вот у нас на камеру ли как нельзя сделать себя поближе? Может подойти? Ну, в общем, вспышка, такая умная вспышка для айфонов, которая позволяет сделать конки круче, прикольнее. Таких, на самом деле, проектов очень много было. Они смогли не только денег привлечь, но и сделать это не как-то. Какая-то непонятная вспышка вам придет в конверте почтовом, да? Вы заказали, купили. Они сделали это красиво. Они сделали все внестили к айфонам. Красивая упаковка, красивая инструкция, нормальная, адекватная поддержка. И самое главное, сейчас, самое главное – они выдержали сроки. То есть, аручные кикстартеры проекты, ну, необычно, ладно. Бывает так, что не выдерживают сроки, не выставляют через месяц, через год, после того, как обещали, и так далее. Да, цена какая? Цена 200 тысяч рублей. А продали инвестору, а продали столько сроки. Да. А где инвестор? Там, в общем, кикстартеры, они, собственно, выполнили все эти заказы и сейчас продаются активно. Я видел в частниках в городе в одном из магазинов, ну, типа связного, ну, в инструкторе продаются, прямо в ритейне. То есть, один из наших проектов. Еще один проект, с которым мы знакомились в Томске, он на кикстартере смог поднять деньги тогда, он со второго раза это сделал. Тогда они перерегистрировали компанию на Арабские Эмираты. Пока они называли, что мы из России, они деньги не подняли. Я не знаю, взаимосвязанно ли это, это факт, но как только они заявили, что они из Арабских Эмиратов, они собрали деньги. Собственно, в Кировоцовске нормальный вариант, но ему нужно адекватно воспринимать и правильно с ним работать, а потом еще подробно расскажут. Классический Friends Freemoney Pools, ну, скажем так, собрать деньги там, где это можно. Друзья, родственники, папа мэр, мама олигарх, друзья, партнеры, дураки. Ну, нормально, на самом деле, да, дураки. К сожалению, почему-то этот этап, честно, пропускается. Проект думает сразу, о, я придумал классную тему, надо идти вон, мне дадут 600 тысяч долларов. Когда они спрашивают, а ты поднялся как ты еще придешь деньги? Нет. То есть, это нормальный вариант, рабочий вполне, по крайней мере, первое время, надо, чтобы проверить какие-то гипотезы, начать продажи, он вполне работает. Можно собрать там, ну, в регионах 500 тысяч, 600 миллионов рублей, можно нормально собрать. Ну, в Москве, соответственно, там можно собрать ее на обоих людей. Просто так, как бы обзвонить друзей, партнеров, знакомых. Интересней еще работает такая схема, как вот, в 3, например, сейчас тоже об этом говорить. У нас это, по крайней мере, работает, когда один из наших, например, выпускников, который добился нормально какого-то успеха и начал взорвать деньги, он каким-то минимальным деканем инвестирует в те страны, которые заходят в новых карт-борах. Ну, скажем так, старички инвестируют в мячков. Эти минимальные деньги позволяют выжить, потому что старичок, по сути, знает, на что нужны деньги в самом начальном проекте. Это не для того, чтобы накупить мой губок, а для того, чтобы проверить гипотезы и показать первые продажи. Профессировать каналы, проверить, если все работает, тогда можно привлекать деньги дальше. И гранты конкурса. Ну, об этом очень много ханеваров разных. Как бы хорошо, это или плохо. Другой вопрос. Есть понятие грантаежки. Я такие проекты не люблю, но грантаежка – это она, когда ты уже хронически подсел. По сути, не работаешь, а просто заявляешься на конкурсы, побеждаешь, получаешь какие-то призовые 10 тысяч долларов, 30, 40, и на них живешь. Это скучно, грустно. И, наверное, поэтому такое негативное отношение к грантам и конкурсам возникло. Но при этом, если адекватно с этим управлением работать, вполне может привлекать деньги. Какой большой плюс у грантов и конкурсов? Это самые дешевые деньги на рынке. Потому что вы, по сути, за них ничего не должны, вы просто должны написать красивый отчет. Это занимает один-два дня работы, когда вы не пишете продукт, а пишете отчет. Но при этом, как бы вы за это долю не отдали, и в случае, если деньги ушли к другому, вы, собственно, никому ничего не должны. Однако, нужно правильно, адекватно работать с этим управлением. Очень легко посесть. Когда уже продукты не получатся, получатся красивые отчеты круглосуточно, постоянные какие-то стартап-вусовки. есть, к сожалению. Что они имеют в среднем погоде? Очень неплохо имеют. Несколько десятков миллионов рублей в год. Спонсоры, конкурсы, на бригаду надо читать проект. Хороший вопрос, да? Значит, если его. А кто не смотрел саму спарк, там, в последнюю серию про то, что он ничего не будет делать? Ну, посмотрите, вот почему. однако, если, говорю еще раз, самый важный момент, что если правильно работать с этим направлением, можно нормально деньги поднять для проекта, особенно на начальном стаде, когда у вас либо ничего нет, либо вас еще никто не знает, и не отдавать приятную долю. Все из вооружений? Есть ли кто-то или не из вооружений? Есть в вооружений какие-то такие направления, где можно получить денег? Где в вооружении можно получить денег? Молодые компании, есть стартапы, просто молодым и начинающим бизнесом. Возьми, там, пусть люди же не знают. Ну, в Воронеже периодически бывают программы по поддержке малого бизнеса, малого предпринимательства. Это программы областного правительства в основном. Вот. И иногда еще бывают какие-то небольшие кантовые программы от организации вводя АИР или что-то такое. В основном, это областное правительство, поэтому я советую периодически просматривать, может быть, что-нибудь появляться. Там не всегда все совсем понятно и не всегда какие-то адекватные суммы, но можно пробовать. В другом случае, как бы полезный опыт. по практике, когда говоришь, ну, у нас есть такой методик, стартап самостоятельный, мы по всей России ездим, и, ну, я просто знаю немножко погода по России в плане, там, стартапов. Вот, когда человеку говоришь, что есть, в принципе, вот такая вот областная программа поддержки, они же называются очень сложно. Там какой-нибудь фонд поддержки малого, фонд содействия, поддержки малого предпринимательского, венчурное отделение, чего-то. Проект думает, что он, ну, там нереально получить деньги вообще. Там уже это государство, это что-то очень сложно и непонятно. Чаще всего там деньги получить нельзя по простой причине. Самая организация не знает, как использовать эти деньги, как вам их дать, как правильно с нас потом спросить. Соответственно, проекты не знают, потому что организация никак не пиарит свои программы вообще. Обычно они знают студенты, потому что в ГУЗы ну, им там спускают сверху, что есть такая программа поддержки студентов, там, аспирантов, их разработок, деньги можно получить на исследование. Но при этом ни те, ни другие деньги не получают. Расскажу пример просто по Татарстану. У нас есть несколько программ поддержки, о которых узнают каждый стартап, и там реально получают деньги. Их реально нет ниже. То есть, прикиньте, вы прилично защитили свой стартап, получили деньги через месяц на счет-насчет. И никому за это очень нужно. Ну, как не должны? Должны в том смысле не обратно деньги, правильно за них рассчитаться и показать эффективность. Ну, по примеру, например, стартапы, которые получали деньги так и способом и работают на скукукубатере, ни один из них деньги не слил. Ну, так, чтобы просто взять деньги и потом попасть. очень многим грантовые деньги помогали пережить дальнюю смерть, когда договорились в принципе с инвестором на нормальном раунде, но вот эти 3-4-5 месяцев надо еще на что-то жить, а денег уже нет. Вот такие грантовые деньги тогда помогали. Советую погуглить, чего есть в Воронеже. На самом деле не так уж и страшно и не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Очень много, просто не поверьте, сколько там денег. Потому что их нужно грамотно взять. Вот сейчас один пример. Буквально на где-то месяц 2 назад один из выпускников оккубатора, но он уже большая компания, называется AIDOS в Тадорстане. Они по одной из таких программ провели 250 миллионов рублей. Вот просто, чтобы понимать, сколько там денег есть. То есть это совсем безвозвратные деньги, да? Нет, вот эти конкретно есть условия, но эти деньги, которые на развитие там купить станки, правильные производства и так далее. Компания называется Родко-техник-артистой. Но смысл в том, знаете, почему они привлекли деньги? Потому что все рассеи был, сегодня сколько заявок на эти деньги. Там конкуренция был практически ноль. Может, остальные просто об этом программе не знают. Поэтому просто реально перейти гуглите. Прямо сходите в это отделение поддержки предпринимательства воронежской области. Сходите спросите, что у них есть. Что за это вам будет? Там тоже можно деньги взять. Миллион, два, три. Потому что у местных частенько бывают такие программы поддержки, которые удваивают, утраивают федеральные деньги. То есть, условно говоря, у фонда горных вы можете взять миллион, а если подаетесь местного вы можете взять миллион и еще миллион. Теперь можно следующее сказать. В любом случае, неважно, какие варианты привлекаете деньги. Сейчас, кроме гранд-код, есть инвестиционные. У инвесторов есть несколько не вопросов, но комментариев. Самое первое, это в целом инвестору все равно что вы делаете. Покажите цифры, что на них зарабатываете, откуда берете клиента, сколько вам клиент платит. Но в целом все равно что вы делаете. Если достаточно маржа, достаточно рост и достаточно достижимый объем рынка, то вполне приходите и можно говорить о мусице. Второе, меньше фактов, дольше конкретики и цифр. Очень часто бывает такое, что в письмах огромная переписка, куча информации о том, что мы перевернем рынок, а что конкретно делает проект нифига непонятно. Но зато с ними можно будет изменить собраны, войти в историю и все такое. Рукавичить свое имя как инвестора. Самый крутой проект на свете. Обычно дают спать раз в десяток. же там делает? Отвечается на письма сразу. Как неудивительно. Очень часто бывает такое, что действительно ваш проект интересен и интересуют детали. Метрики основные, где фондами общаюсь. Этому пока не отвечу. Отвечайте сразу. Покажите, что вы сами знаете, сами синтересованы. Деньги нужны вам. Точнее деньги нужнее вам. Показывайте продажи самого важного. Есть продажи, можно серьезно в продаж. Это существенно сложнее. Сложнее вам жизнь. Покажите продажи, метрики, каналы и самое главное знание своего рынка, знание как кренов. По практике бывает такое, стартап делает специфичный продукт из специфического рынка. У нас есть сейчас один сарат, который делает узко специализированные решения для логетических компаний, которые занимаются жг. перевозками. Но там рынок есть, он огромный, но он сложный. Инвестор за те полчаса времени пока с вами общается на каком-то мероприятии, не факт, что он знает этот рынок. Нужно ему по полочкам его разложить и объяснить почему на этом рынке клиенты платят за ваше решение. Можно просто и грамотно объяснить. без фонтов просто и грамотно объяснить. И наконец-то привлекайте местиции тогда, когда они реально нужны. Думайте, когда нужно привлекать местиции? Какие варианты есть? Когда деньги нужны? Когда фонд нужны? В начале. Когда рост начали? Когда рост, когда начали? Когда начали? Начали в разных классах. Прототип. А деньги зачем? превратить его в продукцию? Хорошо. Есть появился продукция. Хороший вариант. На эту тему существует больше килограммов книжек. Можно поскольку посчитать. Нужно просто привлекать деньги тогда, как нужно. Самое правильное правило. Нельзя сказать, что когда масштабировали. Нельзя сказать, когда начало. Всему свое время. Проекты все разные. Но в целом мы масштабируем в целом. Когда у вас уже есть какие-то продажи и вы условно говоря говорите, что мы сейчас охватили Воронеж. Своими силами Россию будут заплатывать года три. А если денег дадите, вот есть конкретные каналы, есть конкретные метрики. Клиенты стоят сто рублей, приносят нам тысячу рублей, дать нам сейчас миллион. Мы не за три года вырастим, а за полгода. В общем и целом это так. Очень часто, ну как очень часто, так. Бывают случаи, когда стартап реально умирает от того, что не вовремя получил деньги. Он деньги получил, не знает, что с ним делать. Вроде как, пора уже и показывать какой-то рост, пора уже и отчитываться за что-то, начинается бездумная буквально реклама, то, что пока начнешь по стартапу на рынке какую-то активность проявляет, нанять кучу сотрудников дорогословищих, которые сейчас не нужны, или которым ты пока сам не умеешь управлять, как фаундер. Деньги уходят. Деньги, кстати, тортятся гораздо быстрее, чем вы любите. Вчера у тебя на счету миллион, сегодня, почему-то, у тебя осталось 30 тысяч. Поэтому всему свое время деньги прилегают уже туда, когда нужны. Поговорим чуть-чуть дальше. Грант для конкурса все-таки добро это или зло? Тут хотелось бы такую небольшую а-ля дискуссию устроить. Кто за то, что грант это хорошо? А что те, которые считают, что плохо, больше? Ну да, если понимаем, почему, давайте начнем с того, почему плохо. Кто вам рассказать, почему плохо? А что, как поднять руку, это метод, поднимают, как сказать, все. Почему плохо? А потому, что, вирусы не бывает бесплатных денег. Если ты вливаешь туда чужую кровь, то это так или иначе дает культуру. Нельзя делать вирусы, зарабатывать, а потом получать что-то безонравное. Хороший вариант, да? Бинус есть бинус, бинус он и бинус. Еще вариант, почему плохо. Ну, давайте, тюр. Расслабляемся, сильно проект. Хорошо, проект расслабляется. Еще. Давай, старайка, почему хорошо. Есть основания для того, что гранта такая хорошая? Кто поднимал вас будет? Илья, это у детей. Спократик. Потому, что проектам на начальном этапе все-таки нужны выходы куда-то, если они не знают, куда деваться. То есть, те же люди, у которых, да, есть хорошие идеи, есть какой-то план, но грант, это то, что быстрее всего вы можете получить, если они выдастся в качественную программу. То есть, не просто, как ты говорил, могут жить на те деньги, которые ему выдадут, а действительно иметь их в свои продукты. Почему нет? Еще вариант. Спасибо. Кто еще по нему ворку? Застаряет. Куда рынок застаряет? За счет того, что туда приходят в основном проекты, которые не рассчитаны на какую-то долгую историю, а именно люди, которые хотят построить дом и так далее. То есть, опять-таки, бесплатные деньги и с другой стороны сидят те люди, которым нужно выполнить работу и раздать эти гранты. То есть, они тоже не заинтересованы в результате. И эти проекты не рассматриваются как будущий доход агентных инвесторов. Например, у нас история с личными капиталистами Александром и Александром. Там история уже более серьезная, отношения более головы и так далее. А здесь раздача каких-то подарков, слабый анализ этих проектов. На выходе мы имеем какой-то хаотичный такой рынок. хаотичный хаотичный спасибо. мы начали поделиться. Да. Например, случаи бывают, когда если идея есть, долгожный противоборот дорогостоящий, без которого богачья смысл пропадает. И там никого-нибудь дяди Васи нет, который может дать 100, 200, 300, 300, кредит. Кредит тоже на первом этапе далеко все банки дают. Какие суммы? 230,000 рублей или рубли? Рублей даже. На первом этапе, даже если при открытии юридицен, только через 3 месяца. Каждый банк дает кредит 800,000. Как из лицо? Четыре фаундера берут, как из лицо, вот вам новый смартфон. Если ты работал, да, где-то физически у тебя есть работа, да, могут, да. Если ты не работал, не работал, как говорится. Вам у нас там денег, если вы докажете, что они вам не нужны. Спасибо за все ответы. Сейчас нужно комментируем на камеру, а потом попросим камеру отключить и докомментируем дальше. Самое главное, что есть плюсы, есть минусы. И нужно адекватно воспринимать эти программы. И, скажем так, от фаундера очень многое зависит вот от того, кто принимает решение, если проект играет или нет. Бывает такое, что проект хорошо шел и рос, потом взял деньги и каранты. Закопался в отчетах, закопался в том, что понимать немножко, продолжать мысль Алексея, немножко в голове неправильная картика сравнивается. Мне же вроде кто-то дал денег, он смотрит 2 миллиона рублей. Вот теперь когда фонд интересуется мной, я как бы завышаю существенно свою оценку. Ведь мне же тут 2 миллиона уже дал, я такой, типа, 2 миллиона дали, ну, давайте 100. Протажились, нет, но мне же 2 миллиона дали. у меня что-то есть, у меня классный. С другой стороны, это плюс, потому что можно все-таки прилечь деньги, если тогда, когда они нужны. И это действительно один из самых быстрых способов прилечь деньги. потому что, ну, в принципе, там, вот момент заявки, момент принятия решения, ну, там, месяц. Существительный минус в том, что, вот правильно сказано было, про то, что боятся, не то, что даже боятся, скорее, не понимают. судить, бывал на заседании вот этой комиссии, которую даем гранты. Я бывал, сейчас расскажу. К сожалению, ладно, пойдем по-другому. Можно откройдусь? На самом деле, заявок очень много, и многие из них, ну, обычно гранты называются как-то вот эти типы на поддержку инновационного предпринимательства. Вот инновационного предпринимательства почему-то у нас принято понимать, шифер с кирпичом скрестили, сказали, что это новый материал, вот это вот все, реновация круто. Фишка в чем? В комиссии сидят уважаемые, почетные люди, которые действительно разбирают свои отрасли. Но в стартапах они мало разбираются в IT-стартапах. Вот человеку гораздо проще написать заявку на производство нового кирпича и положить его на стол от комиссии и показать этот кирпич. И сказать, вот один, дайте мне 2 минуты рублей, я и произведу, короче, миллион. И при этом я останусь в Воронеже. Я открою фирму в Воронеже, буду платить налоги в Воронеже. Все, это классно проект в глаза всем. И тут приходим из стартапа, представляете, как хипс-рабачка такой, в пиджачке, в башке. Мы, короче, изобретаем новое приложение с геолокацией по дейтингу, которое позволяет путем шеринга мульти-тач, мульти-пост деньги зарабатывать. Вот на него смотрят, он еще может для пущего ума сказать, ЛТВ, РППУ, то есть, да, вот он вроде выступил классно, и вроде на стартапе сутки его вы поняли. Но вот здесь он сказал какие-то инопланетные слова, и при этом все он еще это делает в интернете. То есть, он не может ничего показать, и может объяснить так же, как этот пидж. И понять, конечно, что вы делаете, очень сложно. И обычно такой проект без денег. что у нас уже известно ранее поделённые деньги, на какой возраст используются в связи с хозяйства, оперативная энергетика, интернет, все интерьеры, и даже знаю, что там люди должны добиться к фунтусу, и говорят, ни копейки на интернет, там злигут. Все поделится в интернете. Это я с таким мнением столкнулся 4-5 лет назад. Где-то, может быть, есть. Я сам начинал сначала. Те грантовые программы, которые я сам изнутри знаю, это Тадарстан, еще несколько регионов по кругу, и Саратовская область. Там реально прозрачно. Можно верить, не верить, можно просто попробовать. Реально прозрачно. Там нет такого деления, что типа вам да, вам нет. Тоже. по крайней мере, может быть, что-то не классное, но так вот я не встречал. Ну так, плюсы. Есть, минусы тоже есть. Минус. Очень сильно команда расслабляется, потому что она перестает думать о том, что каждый месяц, чтобы нам что-то есть, нам нужно продавать. Я думаю, есть 2 миллиона с миллигрантов денег, которые там на год поделили, и ощущаешь, что кошелек каждый месяц что-то капает. По итогам года смотришь, проект на месте топчется. И только, когда у них деньги кончаются, когда они начинают что-то делать, потому что у них деньги не наказываются. Плюс в том, что реально позволяют пережить какие-то плохие времена и тогда, когда никто больше денег не дает. Вот один из примеров тоже вырос, ну, по крайней мере, у нас в Челна, вокруг нашего айтипарка. Проект занимается производством искусственного построения, как и ЛАЗа. Ну, айтишного там, как бы это не стартап, айтишного там, это уникальное ПО для айтироботов, которое позволяет производить. Вот у них, как они, у нас в два раза тогда, когда один самокон купили, а он жутко дорогой, там, в районе миллиона евро стоит, и один есть, и они производят, скажем говоря, 8 тысяч штук, а рынок просит 108 тысяч штук, а они физически могут произвести больше. Кредиты они взять новыми не могут, потому что остановок первых кредитей так. Вот они по одной из грантов программ притащили это количество денег, и это позволило купить второй станок визит, и они стали производить в два раза больше, чем пустаников. Вот это был явный пример того, когда программа прям сработала, поддержала, все круто. А что мы делаем безусловно с нашей проектной, которая привлекает деньги, грантов, те 20% от всех денег, которые помедлеют, или там в конкурсе. Мы очень сильно проекты пинаем. То есть мы заставляем их не расслабляться, даже не отрабатывать эти деньги, а правильно воспользоваться этими деньгами. То есть, чувак, у тебя в принципе не было денег, но проект хороший, хорошая команда, хорошие метрики, правильные каналы, но не на все каналы, ты можешь, например, у тебя нет своих денег, чтобы протестировать все каналы. И те покупали деньги на Гран-ТВ. Вот мы заставляем их правильно пользоваться этими деньгами. И это очень сильно помогает, потому что проекты, многое не расслабляются. Они с деньгами воспринимают именно как платные. Например, ты получил деньги, имей совесть, правильно с ними работать. Не работаешь, пошел вон с инкубатором, все. Процент выживаемости буквально 50%. Следующий слайд, наверное. Кстати, конкурсов очень много, разных, если только погуглились. У всех, у многих, вернее, есть какие-то призовые фонды, призовые деньги. Проблема в том, что от момента начала участия в конкурсе до момента получения этих денег проходит очень много времени. И картинка там была не зря такая с пирогом. Таких прикатят привлечь денег через конкурс, их очень много. И в конце концов бывает часто так, что призовой фонд он был, условно говоря, 10 рублей, но поделился между 50 проектами. И в итоге каждый получил не те деньги, которые если сколько рублей не потратили, сколько денег не получили. Да. Пусть и случай. В собственности вороже участвовал в стартап-спонтуре. Есть здесь? Нет? Мы третий год в этом году в этом году был третий стартап-спонтует по мероприятию Roadshow. Мы катаемся по России с командой инкубатора, ищем интересные проекты и помогаем привлечь им деньги. Опять-таки не обходя в доле. Почему мы это делаем? Потому что частенько в регионах и в небольших городах бывают очень хорошие проекты, но московские фонды по тем и иным причинам просто не могут туда доехать. Ну, ради того проекта кто-то не хотел приезжать, познакомиться, занять поближе. Проекты иногда очень хорошие, но команда не может буквально объяснить всю теку своего проекта. Мы помогаем в эти такие проекты и в течение недели их потом добить хорошей образовательной программой и показать фондам уже в самом таком высоту. Вот. Первым, как мы пробегли, закрыли только одну сделку. В 2012-м закрыли три сделки. В 2013-м. В 2014-м, в этом году, как бы год еще не закончился, три сделки уже закрыли после заботой. И решили пойти дальше. В ноябре этого года мы проводим в Казани Казан Стартап Биг. Такую неделю стартапера. Целую неделю будут различные мероприятия. К нам приезжает Бобдорф. А поднимите, кто знает Бобдорф? Мы его, кстати, не будем так доложать обратно. Но загуглите. По сути, это стартап Гуруи, отец-основатель стартап-движения. Казан Стартап Биг. В конце концов у нас будет большой домашний, куда мы приглашаем проект 30 фондов и показываем 20 проектов. Единственное отличие, как мы работаем с проектами. Проект присылает нам заявку и презентацию. У нас есть 10 партнеров, которые оценивают заявки. Фонды, ангелы, синдикаты ангелы. И дают фидпэк конкретно этому проекту. У проекта есть месяц, чтобы отработать этот фидпэк. Но какого рода фидпэк можно? Например, я там ангелы, мне проект в принципе понравился, но я денег не дам, потому что раз, два, три. Вот если раз, два, три исправишь, ты неинтересный, я денег дам. Убрать есть месяц, чтобы изменительность раз, два, три. По итогам отработки этой обратной связи мы смотрим, насколько проект адекватен, и 20 из них показано на демо дне. По тому же, демо 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 у нас проходят те проекты, которые фонды их уже знают и добавили их фидпэк. И смотрят, насколько они адекватны, насколько они быстро реагировали. Почему мы уверены в том, что мы закроем еще сделки, потому что стартап с лотой мы закрыли уже семь сделок. Собственно, если есть те проекты, которые хотят пролезть деньги, можно попытаться и отправить свою презентацию. На этом по докладу части на все предлагаю варианту вопросов-ответов дальше перейти. Может быть, я же это не рассказал, не раскрыл, я не могу подробно рассказать. Любой вопрос, который есть, комментарии, пожалуйста. Какие есть вопросы? Скажите, пожалуйста, участники вашего IT-парка, они физически находятся в Катарстане и там в Казани в Казани, в Казани, в Казани, 200 километров друг от друга. У нас сейчас на две площадки 55 стартапов из 15 городов России. По географии это самый дальний город раньше был Красноярск, сейчас это Блоковещенск на Дальний Восток и самый южный это Росток. Вот такая география, к нам едут, половина резидентов на стандартах не наших. Чего они делают? Понятно, что проект не может взять семью, детей и переехать на всю жизнь туда. Чего они делают? Потому что приезжают, проходят сильную интенсивную образовательную программу, для себя самих развития определяют, понимают, что надо что-то конкретно сделать. если сами не могут здесь остаться, сажают команду разработки или того человека, который будет отвечать за дальнейшее развитие проекта, сами какое-то время ставят себя в городе. Очень часто бывает такое, что у нас, например, с Уфой у нас так часто бывает, Уфа у нас 330 километров. Очень часто стартапы у нас, например, команда разработки, там команда продажников, либо наоборот, там команда продажников, как такового, у нас раньше была практика удаленного резиденства, говорить, что проект может нам не переезжать, может быть удаленно, но на самом деле никакой не работает. Работает только тогда, когда ты с проектом сидишь и ходишь, круглосуточно. Один, что мы никак не держим, проект может вовремя встать, уехать. Мы говорим, что важно три месяца первые, когда ты проходишь интенсионную производительную программу, когда ты постоянно с фондами, с партнерами нашими, с ангелами, с нашими ребятами общаешься и дорабатываешь проект, потом делаешь больше. Примерно так. Сейчас я вопросу. А скажите, пожалуйста, в каком виде вы пребываете информацию о проектах рассмотрения? У вас там был слайд? Финансовые показатели? Поподробнее расскажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. На первом этапе у нас вообще как попасть в бизнес-кватор IT-парка. Четыре раза в год мы проводим отбор проектов на раскладах и заявок просим представителей свободы в форме. По сути, презентация так как проект ее сам видит. Мы даем обратную связь, так как нужно, что нужно переделать. Поэтому первым контактом может быть в любом виде информации. Но если она уже заранее адекватного воспринимаемого в виде, это существенно увеличивает шанс то, что пока мы можем презентацию посадить сразу. Не откладывайте. Поэтому как первый контакт можно направить презентацию общую, какая она есть. И мы будем создать обратную связь, скажем, что там надо добавить, что устраивать, что убрать. просто слайд, да? Слайд или расчет два. Презентацию не один слайд. Но больше, чем 10 слайдов не нужно делать. Вообще, я пойду делать 5 слайдов. Проблема, технология, как бы я пишу. Еще есть согласен. Том, в общем, я предлагаю поаплодировать финалу. все, что сегодня было озвучено и все, какие примеры набрали, что происходит. Да, спасибо. Я еще раз просто резюмирую. Денег реально много. Просто нужно грамотно их взять и не спустить к другому. Спасибо. Значит, сейчас выступит Кирилл Готовцев и разберет кейс по сбору как раз средств посредством кауфаудинга. Все время сложно произносить слово. Сейчас он подключится к проекту. И, соответственно, потом мы тебе передавка изумий, который придется общаться, судя по всему. как-то так. в принципе, что вы знаете еще о промо-фомбе? Точно что-нибудь можете сказать перед выступлением? Немножко затравочек выступлением к игре. Отлично. Тогда будем ждать и надеяться, что Кирилл всю тему обмечал для конца сейчас разводит. так. Я на самом деле совершенно правдовую буду рассказывать. Нет, я про это и буду рассказывать, но я как раз вам буду рассказывать, что все это абсолютно по-другому. Итак, краудфандинг это такая известная модная тема, про которую есть очень-очень много всяких разговоров. И основной миф про краудфандинг звучит следующим образом. Сейчас мы заберем с миром по нитке, у нас будет бабло и мы сейчас все сделаем. В краудфандинге вообще, если вы так прикинете, все встроено довольно легендарно. Легендарные площадки, которые собирают деньги, Kickstarter, Indiegogo, поднимаются постепенно. Наши отечественные бумстантеры, что-то получается. Легендарные участники. Вот эти пацаны собрали 10 миллионов долларов, а эти пацаны собрали 5 миллионов долларов. Вау, как у них удачно устроил их. Истории про это совершенно бешеное количество, и при этом надо четко понимать, что на самом деле, если вы присмотритесь к тем же самым легендам, жизнь устроена изрядно по-другому. Да, действительно, у вас все может получиться. Вы можете напрячься, вы можете собрать деньги, вы можете собрать даже много денег. На самом деле, если вы хотите сделать хоть что-то более-менее серьезное, чем распечатать на принтере свою книжечку, переплести ее и раздать паре сотни человек, при этом услышите меня, я вовсе не говорю, что краудфандер – это плохо, что у вас в этом месте ничего не получится и что это не надо делать. Наоборот, два шага в сторону. Смотрите, последние два года основное, чем я занимаюсь, это на самом деле разговоры с людьми. Ну, то есть мы иногда пишем какие-нибудь стратегии, еще чего-нибудь, но большей частью мы просто продаем свое общение. Мы просто разговариваем, иногда удаленно, у нас вот, не знаю, сейчас вот идет проект, который я раскину на три города, и с половиной участников я никогда в жизни не явился вживую, мы общаемся там по постам. Это такая странная форма консалтинга, я потом в него пну, она существенно более эффективна, чем традиционный консалтинг, который происходит с мантером. Так вот, мы в той или иной форме говорим про краудфандинг примерно со всеми нашими клиентами, хотя добрая, да ладно, что добрая плана, 90% из них никакого отношения к стартаперам не имеют. И тем не менее, краудфандинг на сегодня – это самая эффективная штука про маркетинг, которая только придумывалась за последнее время. Самое главное, что вы должны понять – краудфандинг не про деньги. Казалось бы, ну не, ну что, пришел мужик какой-то в странной жилетке, начинает рассказывать нам какую-то фигню. Мы же это все видим, это все такая публичная штука, а люди собирают миллионы, да вы что? Смотрите, я покажу вам сейчас историю, а, да, ну просто, чтобы вы сами понимали, у меня есть свой маленький карманный проект, я еще готовлю. Я вот, например, краудфандингом как бы собрал себе денег немножко для оборудования своей кухни. Вот можете на меня посмотреть. Я живой человек, который собрал почти полмиллиона рублей с окружающей общественности. И я вам говорю – все дело не в денег. Сейчас все будет, а вы слушайте. Смотрите. Краудфандинг – это не финансовый инструмент. Краудфандинг – это маркетинговый инструмент. Деньги в нем, конечно, участвуют, но деньги в этом месте, в большей части, несут на себе информационную, а не финансовую функцию. А, ну, еще один шаг в сторону. Вот смотрите. Вот таким образом устроен современный продукт. У вас есть товар и у вас есть маркетинг. На самом деле история даже чуть более большая, да? У вас есть материальная часть продукта и есть идеальная часть продукта. Идеальная часть продукта – это та, в которую вложены деньги, но которые не несет практического смысла. Там, на самом деле, и дизайн, и маркетинг, и исследование рынка, и вот все-все-все-все-все-все-все. И, что характерно, с каждым годом происходит вот такая вот штука. И это как позитивная, так и негативная штука, к ней можно относиться по-разному. Ну, например, если вы возьмете, посравниваете какие-нибудь вещи, которые производятся очень давно, ну, хотя бы там лет 200, например, столовые приборы, вы увидите, насколько все стало хуже. Ведь примерная цена того, что вы покупаете, ну, не в абсолютном выражении, да, в том, что называется в сравнении в потребительской корзине, а цена большинства товаров более-менее константа. А поскольку в товаре все больше и больше маркетинга, из этого значит, что он становится все хуже, хуже и хуже, потому что на производстве остается все меньше, меньше и меньше денег. Довольно радикально это видно, например, на детских игрушках. Вот есть такая серия игрушек, которая производится очень-очень давно. Это трансформеры. Трансформеры – одна из самых старых франшиз игрушечных в мире. Первые игрушки-трансформеры делались, за ибо в памяти, в конце 70-х годов прошлого века. А оно тогда было не в фильмах, было некоторое количество старых мультиков, были комиксы. Вот я в своем детстве, мне было лет, наверное, 12-14, из этого можно понять, что это было там дофигища лет назад. Помню, у меня был приятель, у него папа ездил за границу по какой-то, я уже не помню, причине, но, в общем, он его привез с этих трансформеров. Они были из силумина, я не знаю, знаете ли вы, что это такое. Те, кто постарше, знают, те, кто по-моему, уже могут и не знать. Это такой металлический сплав. Они были тяжелые, они были крашеные. А вот сейчас такую игрушку найти почти невозможно. А сейчас все, что вы найдете, это пластмассу, там, хуже или лучше, в которой они будут крашены, на ней будут бумажные наклейки большей частью. Ну, примерно в те же деньги, которые стоили те силуминовые. А, опять, не абсолютно, да, с точки зрения подготовкинеспособности. Это происходит потому, что франшиза чудовищно подорожала. Тема оказалась модной, живучей, люди хотят за ней все больше и больше денег, но производство остается денег все меньше, меньше, меньше и меньше. Если когда-то вы покупали своему ребенку трансформер, который состоял в идеальной части процентов на 30, то сейчас он состоит из дневной 95. А теперь, смотрите, я чуть-чуть продолжу эту историю. Краудфандинг — это такая штука, которая просто продолжает эту тенденцию. В какой-то момент вы можете начинать с этим ввозиться в тот момент, когда у вас на самом деле продукта еще нет. Смотрите, я же удалил там маленькую какую-то хреновинку, да бог с ней. Подход к продукту через краудфандинг — это редкий случай, когда у вас на руках появляется продукт до того момента, когда у вас на руках есть товар. это штука, которую надо осознать, понять и начать пользоваться, потому что на самом деле это бешено выгодно. Производство и его организация довольно сложная и не всегда очевидная штука. Что у вас получается? У вас получается, что вы на ранней стадии существенно меняете поведение своей целевой аудитории. Предположим, я хочу и могу через год выпустить какой-нибудь офигенный телефон. Когда я приду к вам сейчас и скажу, ребята, через год я вам сделаю. Не, мужик, а что-то расскажет. Да сделай, приходи, поговорим, посмотрим. Мы, ну да, но может быть. Слушай, вот не лезь в голову, да? Когда я прихожу к вам, говорю, смотрите, ребята, у меня сейчас будет телефон, можно взять за полцены прямо сейчас. Вы, может быть, не принесете эти деньги, но вы пойдете и посмотрите, что я вам впихиваю. Потому что это такой разговор, да? Я про него что-то рассказываю, надо посмотреть. Слушай, а вдруг клевые, действительно клевые вещи, которые стоит купить? А может, фигня, надо же посмотреть. А вот еще краудфандер, мужик наглый, собирает какие-то деньги, ожидает какие-то миллионы. Ну, черт, интересно, надо посмотреть. Даже если вы сейчас не принесете в этот краудфандер мне копейки, через год, когда я его сделаю, у нас с вами будет годовалая история общения. Даже если в середине ничего особенного не было. Ну, а если вы, я же не идиот, я же буду. Дальше как-то это же. Вы будете помнить, вы будете, вы пойдете посмотреть еще раз, потому что вам будет очень интересно, а все ли я сделал, что я обещал. Посравнивать, посмотреть. Это мега. Такого внимания к новому товару очень и очень сложно достичь при помощи традиционного маркетинга, потому что люди в целом, более-менее, все равно, что вы там делаете. А тут у вас есть некоторая четкая, очень клевая и очень понятно устроенная интрига, которая вокруг, напоминаю, обращена всякими гениальными историями, легендарными. Есть шанс, что вы присутствуете при рождении очередной легенды. И это будоражит, и это заставляет вас... Что-то прервалось. Работать будем? И это позволяет вам начинать фактически нормальный маркетинг до начала продажи. А это значит, что все ошибки, которые вы можете сделать, вы сделаете в довольно безопасный период. Когда внезапно может выясниться, что ваш товар должен быть не желтый, а зеленый, или еще, не дай бог, красный. А вам поменять цвет вообще ничего не стоит. Позвоните дизайнеру и скажите, значит так, красный. Цена телефонного звонка. Вы можете внезапно выяснить, что ваша штука должна быть тяжелая или легкая, или легкая, или тяжелая. Вы можете выяснить, что вам нужно сделать пивот, и вы начнете делать этот пивот, еще не вложив в него особо никаких денег. Поверьте мне, это стоит существенно больше тех копеек, которые вы, в принципе, могли бы собрать на этом краудфайдинге. Вы можете заняться продажами. Фактически решетка краудфайдинг, в большинстве случаев, это просто очень ранние продажи. Вы можете внезапно узнать, что то, что вы собираетесь продавать, нафиг никому не нужно. Вообще ни одному человеку. И вы не потеряете все инвестиции, которые вы в этом месте планировали. Или наоборот, вы можете узнать, что на эту штуку оказывается фантастический спрос. И это очень существенно меняет ваше отношение с окружающим миром. протестирование на добежателем. И, наконец, самое главное, если у вас удачно ведет краудфайдинг, значит, у вас будут партнеры. вам сегодня рассказывали по поводу того, а что нужно сделать, чтобы договориться с фондом, а как получить инвестиции. если у вас прошли ранние продажи, и вы собрали то, что у вас там, все, что хотели на краудфайдинг, вы приходите в любой фонд и говорите, ребят, значит так, у меня есть вот такая вот фиговина, мы провели краудфайдинг, мы на нем собрали вот столько денег, у нас вообще уже есть некоторые деньги, а главное, мы потестировали. Вот смотрите, у нас есть 100 миллионов человек, которые очень хотят эту штуку. И мы вложили в маркетинг всего этого дела 10 тысяч рублей, на эти 10 тысяч рублей мы получили 100 предварительных заявок, подтвержденных баблом, заметь. Не то, что человек пришел и сказал, о да, наверное, когда эта штука выйдет, я, может быть, окуплю. Не, он уже деньги вам принес. И это, знаете ли, самое честное голосование в мире. А вот вы приходите в фонд и говорите, значит так, вложили 3 тысячи рублей, получили 10 заказов, каждый заказ нам бы принес 45 тысяч рублей, а вот смотрите сами на вывод. Будем рискать? Не будем рискать. Фонд смотрит и говорит, отличная конверсия бабло-бабло. Делаем. Ваши отношения с ним становятся по-другому. Это штука, которую очень важно понять. Деньги – это очень рискованный, очень ненадежный и очень широко распространенный актив. Потерять деньги можно просто в любую секунду. Накроется банк, отзовется лицензия, а пройдут судебные приставы и опишут почему-нибудь, о чем мы никогда в жизни не догадывались. Деньги – очень мобильная штука, и они есть у очень большого количества людей. Не все их готовы давать, но в общем, а как только вы показываете экономическую эффективность того, что вы делаете, они как-то обычно находятся и обычно довольно быстро. Да. Я вообще не знаю, может, я… Ну, в общем, я уже вот, очень люблю рассказать эту историю про краудфайдинг. Есть такая штука, называется Live Map. Делает у вас довольно занятный мальчик. Мальчик этот известен тем, что он примерно всю свою жизнь наступал на все грабли, которые попадались ему по дороге. Многие люди он довольно активные, публичные, поэтому старые интернетчики наблюдают за ним уже лет шесть, не переставая удивляться его находчивости. Он придумал такую штуку, это такой мотоциклетный шлем, в стекло которого встроено, на стекло проецируется картинка, ну, понятно, карта. Вот. Продаваться и работать не будет, но неважно. Вот. Андрей выставлял свой проект на Индигу-го, денег, правда, не собрал, поскольку собирал их очень странно. Зато к нему пришли люди из неназываемой им немецкой компании. Несложные расчеты показывают, что это была у них. Ему предложили партнерство. Ну, то есть, Андрей не так давно рассказывал об этой истории то ли в известиях, то ли в коммерсе, но неважно. В общем, весь рынок после этого ржал две недели. Потому что он рассказывал довольно понятную вещь. Он говорит, пригласили люди, купили мне билет на самолет первым классом, чтобы я слетал с ним, значит, к ним в Германию и поговорить. Я к ним приезжаю. Такое весь в ожидании, что сейчас дадут бабла. А они говорят, слушайте, а давайте подпишем такой контракт, что если у вас потом все получится, вы это будете продавать под нашей маркой. Он говорит, ну, я, конечно, отказался. Я не знаю, что должна быть человеку в голове, вот потом, вы просто на следующий день приходишь в банк, и говорит, значит, так. Я тут делаю шлем для Ауди. У банка так начинают глаза ржать, ты говоришь, вот контракт. Потом у банка еще больше ржать, они говорят, вы в этом будете участвовать? Я говорю, да. Он даже не читал. Вот то, что понятно, да? Потому что, ну, да, есть риск, что ничего не цена, но вот с продажами он уже просто все решил. Ему надо теперь просто сделать и вот, ну, как бы сделать. Причем банк понимает, что если он сделает фигню, то банк в конце концов наймет на его место какого-нибудь человека, этого выбрит, и банк будет работать с Ауди. Эй! Не, не фига, он отказался. И это чудо, которое может хорошо с вами произойти, если вы действительно играете в интересное что? Первое, что вы должны запомнить. Крауд — это не про деньги. Крауд — это про отношения. Деньги в этом месте — это а, залог честного голосования, б, это такая штука, которая вокруг всего этого крутится. В этом смысле вообще, говоря, не очень важно, сколько вы денег на этом соберете, если вы все это обеспечите себе. А теперь следующий забавный заход. Если все, о чем мы говорим с вами, это нормальный бизнес, то важная история — краудфандинг не имеет права быть случайным. если вы идете на него, не понимая, соберете вы деньги или нет, значит, вы не доработали. Вы должны точно знать, что вы соберете деньги. есть версии в зале? Кто лучший друг краудфандинга? Краудфандера. Что мы ждем? Кого мы надеемся встретить? Поднимите руку. У кого есть версии? Дурака. Краудфандер. Не-не-не. Понимаете, что... Если вы собираетесь собрать какие-нибудь осмысленные деньги, забудьте про частных людей, которые вам принесут деньги. У них пара тысяч рублей перейдет в лучшем случае. Ну, может быть, десятку кто-нибудь из себя выгрызит. Ну, если у вас прям вот очень все круто. А если вам надо собрать хотя бы пару миллионов, вы просто дотягиваясь до такой аудитории, потеряете сильно больше. Если вот только у вас не будет очень сильного вирусного эффекта. Да, вы можете войти, выйти там, не знаю, одну тысячную процента, которые вот в этом месте ловят вирус. А мы с вами говорили, у нас нет права на лист. Ага. Понятно. Так, у меня не доскачалось еще пару слайдов, поэтому дальше буду рассказывать на губах. Смотрите. Что у вас есть, когда у вас есть краудфандинг? У вас есть уже работающий проект, как мы говорили, да? От него есть только маркетинг, но он уже есть. А это значит, что вы можете эту историю продавать. и продавать им за вполне внятные деньги юридическим лицам. У вас есть краудфандинг, у которого есть аудитория. У вас есть продукт, который привлекает внимание. И это такая штука, которую можно и нужно продавать. У любой компании, особо его большой, есть одна большая проблема. В ней ни хрена не происходит. Нет, ну то есть, раз в год они выпускают какой-нибудь новый продукт. Окей, три раза в год они выпускают какой-нибудь новый продукт. А пиарщику их нужно работать все время. У него зарплата. Он должен ее оправдывать. А его пресс-релизы о том, что они в очередной раз достигли незаметных показателей за отчетный период, и теперь у них производство на 3% эффективнее, а неинтересно никому на свете, включая его собственное начальство. Поэтому, когда вы приходите в профильную к вашей теме, которая говорит, слушайте, ребят, а давайте у меня это клевая тема. Значит, мы сейчас делаем вот такой вот там пиар, все дела. Значит, смотрите, вы приходите, я делаю специальные поощрения для юрлиц, вы приносите немножко денег, но просто вот по вашим деньгам просто незаметную сумму в 50 тысяч рублей, а вы в день столько тратите на туалетную бумагу. И про вас все говорят, что вы такие крутые, современные, модные, участвуйте. Во-первых, краудфоник это вообще такая непривычная штука, а вы еще вкладываетесь в новые технологии, а вы еще помогаете развитию мира и так далее, и так далее. Прямо вот целый вакон всякого лечилого, который в этом месте вы можете рассказать наконец своем пресс-релизе. Мало того, что вы в этом месте получаете новую аудиторию за их деньги, вы еще получаете от них а участие в краудфандинге в размере, который вы вообще от физического лица не имеете возможности получить. вы продаете в этом месте условно говоря рекламу на себе как наносите. И это делает вашу историю прямо вот в раз эффективнее. Им же на самом деле, обратите внимание, у вас есть перевоз в том, что вы продаете, им вообще не важно полетит ваш эта фигурина или нет. Это же через год будет, все уже давно забудутся. Они сейчас покупают то, что у вас здесь прямо здесь и сейчас. Ваш право фонят. Ей, клево! А что там с ней будет, не важно. Все, что вам нужно, посчитать аудиторию, нормально показать, какой вы сделаете охват для них на этой самой штуке, плюс у них будет повод поговорить с этим в прессе. Ну да, надо будет встречаться с перчиком, сколько они будут должны денег в этом месте откинуть. это в 100% случаев будет существенно большая сумма, чем вы можете рассчитывать даже от очень-очень близкого вам друга. Если он, конечно, не женат на дочке, миллионер. смысл, и понятно, что эту историю, смотрите, совершенно необязательно делать, ну, более-то, не нужно делать во время краудфайда. Вот что вы делаете? Вы сначала идете по юридическим лицам и договариваете с ним. Говорите, ребята, у нас сейчас будет краудфайд, значит, мы с вами договариваемся, в какой день вы выступаете. Да, значит, это должна быть более-менее там первая половина, потому что очень важно, чтобы они захватили там своим участием там примерно всю аудиторию, которую вы. Вы прописываете в этом месте стратегию, и вы договариваете. С таким образом, вы договариваетесь там с тремя-четырьмя участников. Следующий шаг довольно очевиден. Вы считаете, на какое количество денег вы с ними договорились, и ровно эту сумму воздуху-воздуху, и ровно эту сумму вы выставляете на краудфайдинг как по-рубому. Да-да-да, вы собрали свою сумму краудфайдинга до того, как его запустили. Он не может не случиться. Даже если к вам физические лица не принесут ни одной копейки, у вас порог уже согласован. После этого вы его запускаете. И все прекрасный маркетинг, который я вам рассказывал до того, как, он происходит на дополнительных деньгах по отношению к нему. И если у вас будет удачный проект, то произойдет что? Вы соберете два порога или три порога и получите прессу не один раз, а много раз. Один раз, когда будете работать с проектом, второй раз, когда наберете необходимую сумму, третий раз, когда соберете два порога, третий раз, когда соберете три порога. Все ваши юридические партнеры, которые вложили в вас деньги, будут предельно счастливы и будут бегать вокруг вас кругами, потому что вы им обещали опубликовать их разом, а получилось три. И вы можете с ними, кстати, продолжать дальше, говорить, смотрите, вы в нас же уже вложили деньги, нам еще тут пару миллионов долларов не хватает, чтобы сделать всю эту штуку. Давайте как-нибудь. А у них уже есть опыт позитивного с вами сотрудничества, а вы для них уже заработали деньги, а у них они уже к вам привыкли, они с вами уже умеют работать. Вот на этом фоне вся эта история с тем, что вы собрали какие-то бабло на краудфандинге, оно вообще становится малозаметным. У вас такой огромный мешок всяких отличных плюшек, а вы за деньги беспокоитесь. Вон у вас уже есть маленькая очередь людей, которые готовы вам дать деньги, причем существенно более интересные, чем вы могли собрать, плюс вы уже обросли партнерами, плюс вас уже знают на рынке, плюс вы точно знаете, что будет с вашими продажами. Дальше вы идете со всяким барафлом в банк и говорите дайте денег на год. Вы не думаете, вы знаете, вы можете квартиру свою заложить, но риск есть, конечно, но по сравнению с тем, как вот если вы сидели и думаете, а не заложить ли мне, а черт не знает, может не полетит. Все, вы все проверили, вы точно знаете, что произойдет, если не полетит. это праздник жизни, который находится на расстоянии вытянутой руки от вас. Ой, сдох он. Да ладно, там ничего нет. Нет. Это действительно примерно на все, что я хотел сегодня вам рассказать. Я очень вас хочу заразить этой идеей. Почти всегда, когда вы хотите сделать что-то новое, имеет очень большой смысл прогонять это через коротфайдер. Не потому, что вам нужны на это деньги. Более того, очень может быть, что вы даже будете довыкупать за свои деньги какие-то свои поощрения, а для того, чтобы сделать в этом месте более успешный маркетинг. Ваша задача построить бизнес, а не собрать с мира по копеечке. Вам не нужны эти копейки, вам нужны, чтобы мир вас захотел. И краудфайдинг это отличный инструмент для этой штуки. На этом спасибо. Разговариваем. Есть вопросы какие-то? если нет, тогда плавно переходим к следующему спикеру. Это Эльдар Файзулин. я думаю, что Эльдар сейчас я сейчас тебе игру. предыдущий Всем привет. Я выступаю последним, все встали. Я сейчас тоже предыдущих спикер немножко, потому что с тем у меня знакомо. На самом деле подход действительно верный, его можно проверять не только в Крайл Франлиге Лена Альгер про Боба Дорфа. Это человек, который придумал подход, его проповедуют, называется «Лен стартап, бережливое производство», когда вы изначально проверяете спрос, а потом делаете продукт именно под спрос. Не то, что вам кажется, что он должен выглядеть именно так, а вы делаете его таким, каким проще от вас клиенты. Тем самым делать то, что надо и понимаете сколько будет продаж и все остальное. Поэтому если кто-то из вас делает стартап, то обратите внимание на технологии. Кто-то делает стартап именно B2B, у которых возможно всего лишь 5-6 клиентов и кронфайнику не пойдет. Можете просто к ним сходить, тоже с ним пообщаться. Это действительно правильный подход. И мы, как ангелы все свои проекты, которые мы финансируем, мы настраиваем на это производство. Потому что за максимально короткий срок, за минимальный количественный денег вы должны настроить бизнес-модель и понять, будет ли она приносить деньги или нет. Вот это поход с вами правильный здесь. Так, наверное, сейчас начнем про нашу тему, ангелы инвестиции. Я представлюсь, меня файзер зовут, я CEO закрытого клуба бизнес-ангелов, который базируется в Москве, и мы финансируем проект. Чем мы отличаемся от меншинных фондов? Это скорость успешения решений. Фонд финансирует от одного месяца до трех, потому что у них мандат. Фонд, даже если нравится проект, он не может дать быстрее деньги, потому что у них расписаны процедуры, действительно сложная структура, и фонд всегда смотрит на проект в динамике. Мы тоже смотрим на проект в динамике, но у нас занимает меньше времени. Сейчас у нас в России врать не буду, с бизнес-ангельскими естествами все на самом деле примерно такая история происходит везде. Это такая большая дырка, из которой мало проектов получают финансирование, из-за этого мало проектов вырастает, из-за этого наследствуют Facebook, Instagram, Facebook и других остальных проектов. Несколько нишевых историй, в основном этих нишевых историях ребята борелись сами, зарабатывали, небольшой успех, но проект зарабатывал. Парус на Venture Club, сейчас Venture Club это примерно 12 человек с различных регионов, я не знаю, слышали ли такие фамилии, как Воронич, Фиаксель, Колошин, ну это к примеру скажем, что там директор Intel Russia, директор представитель шоу банка Александр Воронич, человек, который принесли 2-4 проекта в этом году, сделал 2 экзита, ну сделал экзит на западном мире. Получается у нас закрытый клуб людей, которые понимают все эти проблемы, мы говорим, что все плохо на самом деле, вот мы собираемся что-то поменять, что-то сделать. Сейчас хотел бы вам рассказать, как мы принимаем решение и что важно для ангела, когда он смотрит на проект. Можно дальше? Дальше. Да, вам всем говорят про бизнес, действительно, если кто-то считает, что вам, не знаю, повезет, что так сложится, что он поэток на следствие и все остальное, как бы снимите очки, если вы не знаете бизнес, то бизнес это какие-то цифры, цифры работают, цифры работают. Бизнес-ангел, давая вам денег, он хочет на них заработать. Если вы приходите к нему и говорите, мы изменим мир и все остальное, да, процентное соотношение один из ста, возможно, кто-то вам даст денег, кто-то за красивые глаза, такое случается, но ангел интересен в том, что бизнес, столько денег. Про это тоже говорили, если вы приходите, скажете, что у нас есть 100 тысяч рублей на маркете, мы потратили, заработали на них 500, ну, может быть, в 5 раз, давайте потратим миллион, заработаем 5 миллионов. Это интересная история. Вы должны настраивать свой бизнес, чтобы он примерно попадал под эту бизнес-модель. Да, и про отношения. Я хотел бы сказать, что очень часто отвечаю в проект, думаю, приходится в день смотреть 5-8 проектов, это никто, я сам ограничил все этот барон, потому что падает огромная заявка и процентов 50 всегда считают, что дай денег, я сам все сделаю, да, не везь, никуда, отстань вообще, дай просто денег, я могу, я это делаю введенную компанию. На самом деле, это неправильно, ангел это тот человек, который входит в вашу компанию в основном деньгами, но не только, это тот партнер, который на протяжении всего времени будет помогать нам развивать эту вашу компанию. Относиться надо именно так. Если будет по-другому отношение, то, скорее всего, в какой-то момент вы разойдетесь, это очень пагубно повлияет на вашу компанию. Если вы вдруг решите, зачем привлекать к инвестиции, то относитесь к ангелу как к партнеру. Уважительно, нормально, честно, самое главное честно, потому что я общаюсь, очень часто приходит какое-то сообщение, что у нас огромное количество пользователей заказов, ты начинаешь пробивать цифры, там оказывается 2-3 всего, хотя он говорит какие-то огромные цифры. Давайте дальше. Кейс из нашего примера я просто покажу, как приходит в проект к нам. Там видно, не видно? Да, давайте там, не знаю, в какой-то самый неправильный стандии очень много слов, но вам надо, наверное, прочитать его. В основном к нам проект приходит так. прочитали? Я намеренно убрал название, потому что название можно поставить любое. Примерно, даже по-россии смотреть, 5-10 команд занимаются такими же вещами. Когда к нам приходят проекты с такими описаниями, он вообще не привлекает, он не интересен, технология какая-то описана, но обычно все этим занимаются. шансов того, что это какая-то интересная штука, он очень мал. Мы пытаемся вытягивать информацию в проектах, проект представляет его неправильно. В таком виде. Сейчас я покажу, как мы делаем. Можно существовать? Смотрите, то же самое проект, только пообщавшись с ним, примерно, день-два, по скайпе, выудившись неукрутной информацией, мы получаем действительно интересное описание, которое описание помогает привлечь деньги в проект. У нас закрытый клуб, 12 человек. Мы получаем проект, делаем рассылку по всем и собираем фидбэк. Фидбэк не так, что нам раньше проекта. Фидбэк у нас заключается интерес только в кэшах. И он говорит, я готов дать 50 тысяч долларов. По первому кейсу у нас сутка как я была, мы не собрали ни копейки. 22 кейс, где описан именно бизнес. Вот именно такой кейс собрал 200 тысяч долларов. Это была наша третья сделка, проект уже подписал деньги, дальше начал развиваться, потихонечку тратить. Тоже траншами, не сразу сусом. О чем тут говорится? Мне назад можно? Назад еще. Здесь чистая технология. Такие команды выше крыши. Все проекты делают такие ошибки. Я делаю социальную сеть для того, ну, ни о чем не говорить. Например, я делаю социальную сеть, у меня миллион пользователь. Другая история. Когда вы будете общаться с бизнес-англами, постарайтесь сделать описание своего проекта именно следующим образом. Таким. укажите именно свои бизнес-показатели. Те вещи, которые позволят ангелу понять, принять решение положительное о том, что вы можете зарабатывать и в будущем компания возможно вылиться в эту крупную историю. Сейчас будет второй кейс. Это тоже история про индуар-навигацию. Ситуация примерно такая же. Вот такое описание пришло. Здесь тоже можно менять название, какую угодно. Можно менять команды. Ничего особенного проекта. Если тебя не представляет, именно поэтому описание. Вот такие описания приходят процентов 90. я думаю, многие из вас, если бы начинали проект, мы, скорее всего, описали примерно так. Чем вы занимаетесь, мы делаем. Лап-лап-лап-лап-лап. Вот тоже кейс, который я собрал, деревь, следующий кейс. Можно дальше? Пообщавшись с проектом, у него действительно есть вот эти показатели. У него есть там канал для установок, для выхода на рынок в 500 тысяч, там, пользователей, да, все остальное. У него все это есть, но он об этом не говорит. Вся проблема в том, что, во-первых, нет у ангелов, вернее, их мало и много проектов, и все они взглядают абсолютно на разных языках. Вот этот язык понятен бизнес-англами. Вот этот язык будет вызывать интересы бизнес-англами. Примерно, видна разница в сути? Когда делаете бизнес-проект, делаете упор с данным бизнесом. Давайте дальше. Сейчас я расскажу про то, что хочет ангел и как он вообще понять, что это нормальный ангел. Ангел, хотя проект в земля, во-первых, хочет заработать, во-вторых, он не хочет копаться в операционке, он не хочет запланировать бумажки, он не хочет бегать по налогам и все остальное. Ангел вкладывается в команду людей, тоже немаловажно. Он вкладывается в тех людей, которые смогут опроверализовать. Он дал деньги, дал контакты, в операционку не лезет. Вот это самая отличная и идеальная история. Есть еще и видение на какой-то определенный горизонт, время, 3-5 лет, впадает. Если ангел начинает лезть в операционку, либо дает вам 50 тысяч долларов, забирает 50%, то это уже не ангел, это уже сооснователь. Это уже совсем другая история. поэтому, я не знаю, дай бог, чтобы у вас сложилось пообщаться с ангелом про великие деньги, вы должны на это обращать внимание. Если ангел начинает лезть в управление компанией, то это будет очень плохо. Потому что через год, через два, сейчас вам кажется, все очень круто-классно, но потом он скажет, что я хочу компанию вести в ту сторону, вы скажете, что компанию вести в ту сторону. Все. Это самый страшный момент, когда команда развалится, хотя даже бывает с продажей совсем все прет, все хорошо, но так как нет общего языка между фаундером и ангелом там может все развалиться. Давайте дальше. Да, вот это очень важный момент у нас по классификациям. Мы просто очень сильно многими занимаемся, мы работаем с Осколковым, с РВК, со всеми конструктурами. У нас сейчас все активные ангелы в нашем кубе стоят, и мы для себя сделали такой список ангелов, которые на ВИК существуют. Есть ангел-предприниматель, это такой, ну, интересный, хороший вариант, когда человек сам заработал деньги, работая в бизнесе, он всегда поймет сложность бизнеса, дает деньги, но если не минус, то в эти деньги у него могут в один момент закончиться. Не потому, что это бизнес. Есть ангел-отраслевик, это человек, который в определенном возрасте, к примеру, в банковской сфере отработал на высоких должностях, он все отлично понимает в этом бизнесе, он вам что-то подскажет, но минус этого ангела заключается в том, что в какой-то момент он просто начнет вести управление. Я его очень знаю, я отработал там большое время, все остальное есть. Отличный вариант это суперангел, который обычно инвестирует в подфель и в институтовские проекты. Но весь минус заключается в том, что он вам даст деньги, даст платы контакта на встатку, потом будет заниматься другим проектом. Мы рекомендуем брать бизнес-ангела из той сферы, в которой вы делаете стартап. Например, если вы делаете бизнес какой-то для банков, процессинг или что-то в этом плане, вам лучше взять человека из процессинга, из банков. Во-первых, он даст вам, помимо денег, контакты, какие-то возможности первые заказы первых клиентов. И зачастую это намного важнее, чем деньги. Потому что деньги на деньги можно сделать продукт, но не понять его на продаже. А если вам дают сразу клиенту, вы даете клиенту этот продукт, получаете зарабатывать деньги. Но я как говорил, минус в этой схеме в том, что в эти моменты встателить может начать прям очень сильно привязать на управление кого-то. Мы бдители, мы это знаем, мы запрещаем об этом. Поэтому встателить от встателевика нас сразу договариваются, потому что, ребята, это моя компания, я вижу свое бдитель, я больше супругирую долю. Мы с тобой работаем, мы с тобой советуем, но это важное решение, принимай я сам. Давай, может быть? Да, это про то, что я говорил, что обычно бывают такие ситуации, когда вам дадут деньги, просто увидев вас в детском мероприятии. Такое бывает, оно называется любовь. Ну, это когда Ангел собирает портфель, ну, например, там, 500 тысяч долларов, даже по-моему, миллион долларов, он 9 проектов кинул по 100 тысяч долларов, основываясь на оценке бизнеса, собрал свой официальный портфель, осталось 100 тысяч, он увидел проект, который он с детства хотел реализовать. Ну, вот, бывает такое, я хочу действовать девочкам, или я действую в социальных сетях, и вот он увидел подобный проект, он может вам дать денег. Ну, это так, он даст нам фу-фак, это уже не бизнесовая история. Ну, такие истории случаются, но компания вырастает очень редко, хорошая. Поэтому, когда общаетесь с Ангелом, общаетесь с ним на точке сведения бизнеса. Сейчас, там, это была такая немножко водная вода, я вам расскажу про те пункты важные, на которые смотрят Ангел, да и не только Ангелы, фонды при принятии решений об инвестировании в ваш проект. Тут ничего особенного тоже нет, но это те важные моменты, на которые вы должны обратить внимание не только, когда подходите к общению с инвесторами, ну и вообще, когда занимаетесь своим бизнесом. Обязательно, это команда проекта. Я вам дальше приведу пару кейсов, вообще, это считает чек-лист, это таблица скоринговая, каждый проект проходит по определенным вопросам, должен набрать определенный балл, только после этого он там выводится на инвестированный комитет, обсуждается и там принимается решение. Очень часто проект не дотягивает эту историю. Вот, смотрите, команда проекта, я подробно не расскажу, но оценивать сюда компетенции команды, релевантные опыты. Если вы делаете стартап например для ЖКХ, то это очень круто, если вы для этого работаете в ЖКХ, потому что вы понимаете. Или, например, если вы делаете стартап для, не знаю, какой-то там организации теннис-кортов, а сами занимались продаж шаурной, то скорее всего потратите деньги, чтобы понять, в чем вообще рынок состоит, и потом только начнете в чем-то понимать, что это делать. Это не очень хорошо что-либо. Ценность предложения, это актуальность проблемы и дешевизна дороги, знаю ее реализации. Вот вам тоже сейчас говорили, на самом деле, правильный подход по поводу того, что можно обратиться к юридическим лицам. Говорит, все, что проще, это B2B бизнес, и когда вы, например, работаете именно с B2B, то есть два основных момента. Вы либо режете их косты, в смысле сокращаете издержки, или помогаете больше зарабатывать. Вот. И когда вы строите ценностные предложения, можно прийти к бизнесу и долго рассказывать, что у вас будет счастье, любовь и все остальное, не получить продажу. Либо прийти и сказать, что ты тратишь сегодня 100 рублей, со мной ты будешь тратить 50. Ты там зарабатываешь 40, со мной будешь зарабатывать 90. Все, это совсем другой разговор, это совсем другие цифры, и шанс, что вы продаете, и зарабатывать намного выше. Поэтому эти ценностные предложения надо тоже понимать правильно. Про рынок. Как раз была история о том, что нишевые какие-то истории, ну, такие, как, не знаю, дизайн-бюро, там, авторс-агентства не привлекают деньги от ангелов, потому что мультипликаторов, которые ждет ангелов, в порядке от 10 до 20. Такие истории мультипликаторов такое не дает. Тем более, такие истории сделать сложно выход, потому что у нас в России вообще ли это покупать стартапы? Сейчас Яндекс начнет движение на рынке наводить, но дизайн-студии вообще не покупать. Это та история, когда есть выкуп команды, возможно, но это не приносит деньги, не мультипликатор. Вы должны прекрасно понимать, что ваш рынок должен начинать со 100 миллионов долларов. Причем это может быть прям грубую, приблизительную оценку, но вы должны понимать, что у вас клиенты есть по всему миру, и при правильном подходе к построению бизнеса вы сможете до этих лет дотянуться. Вот еще три пункта важных, на которые мы смотрим. Это конкурентное преимущество. Вы должны понимать, в чем вы лучше конкурент. Это либо вы делаете это лучше, как вы это делаете решили. Это масштабируемые бизнес-модели. Это история как раз про то, что ваш продукт может быть использован на другой нише или в другом регионе. Например, вы сделали проект для России, но такая же проблема есть людей в Казахстане. Вы масштабируете его на Казахстан. Либо вы сделали проект для футболистов и вы делаете эту проблему есть для бизнесистов. Вы масштабируете свой проект на другую просто нишу, другую с его аудиторией. Этот момент тоже надо понимать, знать, если вы видите как вы сможете свой проект масштабировать где-то на самом деле хорошо и в общении с Ангелом это надо упоминать. Ну и, конечно же, выход. Это самая больная тема, наверное, для Ангела, потому что Ангел не любит дивидендную модель. Есть две модели. Дивидендная и капитализация. Ангелу и фондам важна капитализация. К примеру, я покупаю 5% в компании за 100 тысяч долларов, через 4-5 лет она стоит 10 миллионов. Есть дивидендная, потому что я покупаю эту компанию и она, скажем, ввесенную начинает зарабатывать по суточке рублей. Ну, чтобы отбить свои инвестиции, какую-нибудь депутатуру кучить, дивидендная модель не очень подходит. Поэтому надо понимать. Вы тоже самое можете ошибаться в варианте выгода, но вы должны примерно представлять, что Ангел заработает на покупке стратегов. К примеру, вот история, я делал какую-то маленькую фичу для бухгалтеров, я примерно понимаю, что как только я взаимаю большую часть рынка, меня купит компания «Мое дело». Ну, группа, я, конечно, гуглаковское агентство, которое оказывает услуги. Все, да, Ангел понятно, что сейчас на ранней стадии я даю 5 тысяч долларов за 10% через 3-4 года, когда я вырос, эта доля будет стоять миллион долларов. Эта история, которая интересна. Это может так и не произойти, может быть, все по-другому сложится, но когда общаюсь с Ангелом, он относится к партюре, говорит, что я понимаю, на чем ты заработаешь, на чем ты сделаешь денег. Да, вот я вам всю скорую таблицу не буду показывать, это такие небольшие примеры, на основании которого оценивается стартап. Здесь скорую таблицу сидит как раз про актуальность решения пользователя. Четыре варианта ответа и за каждый вариант дается балл. Я вот про это говорил, что для нас, к примеру, важно, что если проект решает актуальную проблему в 10 раз лучше, в 10 раз дешевле, этот продукт легче будет продать, за этот продукт легче будет продать денег, поэтому там получать 3 балла. Если проект решает актуальную проблему дешевле, это, к примеру, лучше, чем решать актуальную проблему, потому что, если вы общаетесь с бизнесом, то value, ценность для бизнеса, это не дизайн, воссий, это удобство, а не value, ценность, это либо заработать, либо средства косвей. Поэтому, к примеру, для нас, если проект решает проблему актуальнее, дешевле, то ценнее и лучше. Бывает, проекты вообще ничего не решают. Просто в розовых очках ходят, но это нормально на самом старте. И он получает, например, 0 баллов. По поводу бизнес-модели. Есть проверка бизнес-модель. Мы работаем на очень ранней стадии. Мы стараемся не работать с проектами на стадии идеи, мы стараемся работать с проектами на стадии MVP. MVP – это минимальный ценностный продукт. Это, к примеру, как только что вам говорили, что вы делаете прототип максимально дешевый, или как-то лейнг-пейдж, или какую-то систему с минимальным набором функций, и едете сразу к клиентам, пробуете ее продавать, получаете фидбэк и понимаете, нужен продукт или нет. Мы стараемся работать в такие проекты, потому что мы не верим в людей, которые не могут найти какие-то 100-20000, чтобы попробовать реализовать свой бизнес. Но это очень часто происходит так и звучит, когда ты людям даешь на проверку своего бизнес-плана, и ничего не получается. Поэтому вкладывается именно в команду людей, которые что-то делают, на что-то идут, кем-то жертвуют, и даже если они получают какие-то фейлы или неплохие результаты, но тут видно, что человек готов работать, на свои деньги пытаться что-то делать. Если есть эта проверенная бизнес-модель, даже пускай она отрицательная, и есть возможность масштабировать, про то, что я говорил, либо разный нелищий, либо разный регион, то проект получает также на 3 балла. Скоро его таблицу, общий балл там собирается, и у него все хорошо. Есть бизнес-модель, но не масштабируемая. Это тоже хорошо. Это только из-за того, что проект вроде бы может зарабатывать, либо он не может зарабатывать, он это проверил, но не масштабирует. Ну, к примеру, это проект только для определенных руководителей, и ты его не сможешь устанавливать. Либо проект из-за законодательства может работать только в определенной стране, потому что в другой стране деятельность запрещена. Нет, но потенциально реализуемое, это когда проект начал делать, ну, к примеру, самый простой интернет-магазин на самом старте, по аналогии с другими интернет-магазинами сразу становится понятно, что можно реализовать при правильном подходе, можно осуществить, можно начать зарабатывать деньги. Это тоже одни баллы. Но есть проекты, которые изначально вообще не заточены на бизнес, приходят и говорят, что мы там будем спасать котиков, ну, по-образу говоря, да, но такие проекты ангелам не интересны. Такие проекты могут привести деньги от ангелов только в случае любви. Увидеть проект, который он хотел прямо с самого детства. Можно дальше? Вот это, на самом деле, немножко сложная история, потому что, ну, вы пока не знаете, что такое там Линстопа, Бобдорк, все остальное, это обязательно вам надо пройти, потому что сэкономить вам огромное количество денег, времени и нервов. И вы должны понять эту главную ключевую мысль, что бизнес – это цифры. Это цифры. Любой ангел, любой инвестфонд, который будет с вами общаться, он не поведется на тему, что мы сделаем яркую историю. И там у нас огромное количество пользователей. Есть определенные метрики, определенные цифры, которые показывают реалистичность потенциального бизнеса, бизнес-модели. Я вам просто приведу пару примеров. Пример, там, продукт запущен, известный LTV – «Строг жизни клиента». Знаете, что такое LTV? Life time value. Потому что продажи могут быть сразу. Смотрите, есть там формула, что при лечении клиента, клиент бесплатно не приходит. В любом случае, вы тратите либо деньги на маркетинг, либо какие-то другие вещи, чтобы привлечь клиента. Сумма, потраченная на привлечение клиента, должна быть меньше, чем сумма, которую вы заработали. Но изначально может быть по-другому. Сначала привлечение клиента стоит вам 1000 рублей, но в первом месяце он приверз на только 500. Но так как на вашем сервисе он сидит в течение полугода, сумма, которую он приносит, становится 3000 рублей. И, по идее, бизнес-модели работает. Это, как кажется, метрика. Life time value называется. Когда ты понимаешь, на протяжении какого времени живет клиент у тебя. Она может у всех проектов разная, но она очень важна. Обязательная метрика по сумме привлечения клиентов. Обязательная метрика по стоимости платящего клиента, стоимости просто обычного клиента, сколько платит и все остальное. Когда вы будете общаться с бизнес-ангелами, вот это все, блин, надо посчитать. Это несложно на самом деле, но это надо думать. Потому что даже когда что-то делают в бизнесе, просто лично у меня был опыт в самом статусе, когда я тратил 30 тысяч на рекламу и не знал, куда она ушла. Вроде 10 клиентов пришло и ничего не считаешь. Вот, кроме есть и все. Но когда вы эту методику начинаете использовать, все прямо ясно, четко становится и экономить деньги на время. В нашей стадии, в ранней стадии, очень редко встречаются проекты, в которых все это есть. Приходится объяснять, подсказать, все это делается. Но если у проекта все это есть, если действительно цена привлечения клиента меньше, чем клиент оплатит по бизнесу, то это отлично, супер, где он может отбирать большие деньги. Как кажется, история была про то, что подрать на 100 тысяч заработал 300, таким миллион заработал 3, потому что модель рабочая. Так же получать в проекте баллов. Такое бывает редко на нашей стадии. Стадия, чтобы я тестировал, у него первая продажа первых пользователей, это когда проект не понимает, причем, что у него происходит, какие цены, какие суммы, на что тратится, сколько стоит. Но он видит, что там потратил больше рублей, кто пришел. Кто-то что-то купил. Это уже первый клиент перепродажи. Это тоже интересно, потому что какой-то спрос подтверждается, пока неизвестно, сколько спрос интересен в плане бизнеса, можно ли на этом заработать, но раз клиент пришел, значит, что-то в этом есть. Дальше разбирается и смотрится. Этот проект тоже потенциально интересен БезусАнгл. Получает 2 балла, в скорой методисии, в общем, была там формирующая стадия. EVP, metric NEL, ну, это, например, на коленях собрали портатив, пришел, показал идею, сказал, что у меня есть такая боль, хочу проверить, да. Это хорошо то, что он что-то сделал, он получает 1 балл, но это плохо, потому что непонятно, есть ли там потенциал в этом бизнесе. Но есть ребята, которые просто приходят, я хочу это сделать, и они получают 0 балл. Причем, таких большинство. Если вы запускаете свой бизнес, вы должны быть готовы к тому, что вы сами это сделаете. Сначала, перед тем, как привлечь деньги. Потому что дать деньги просто человеку, которому, ты не знаешь, во-первых, это очень глупо и странно, как есть странно, поэтому бизнес-ангелов мало. Но если ты решился дать незнакомому человеку деньги, то, как бы, ты смотришь на бизнес. И когда общаетесь с бизнес-ангелом, хотите провести деньги, говорите с ним на языке цифр, бизнес и партнерство. Нужно следующее. Да, у меня такая вещь, небольшая презентация, на самом деле. Мало воды, больше конкретики. И хотел подвести итог, что в первую очередь, действительно, делайте бизнес, считайте свой бизнес. И при общении с бизнес-ангелом, говорите на низкие цифры. Истории про супер-проект, огромное количество положительных позовов, все остальное, они просто оттянут момент, когда вам откажут. Вы будете переписывать долгое время, ну, в конце концов, получить отказ. Поэтому, честно сказать, что у нас пока все плохо, но мы стараемся. И намного больше там, вероятность того, что вы получите деньги. Если есть какие-то вопросы, то я готов ответить. Эльдар, скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какие преимущества у российских ангелов и фондов, может быть, есть смысл людям, которые начинают стартап, направить усилия на зарубежных ангелов или фондов, где бизнес более развит и все это может быть более отработанным? Смотрите, да, сейчас, на самом деле, если вы читаете тематическую прессу и все остальное, очень много вообще инвесторов и бизнес-ангелов смотрят на другие западные люди. У нас, там, в нашем клубе есть сейчас в Вильнюсе, в своих батах, туда мы вывозим свои российские проекты, ну, и как мы меняем ее юридикцию, как бы тоже история про Казахстане, когда поменялась прописка с российскому на арабскую, эмирадскую, да, и проект попер. На самом деле такая история существует, когда ты меняешь прописку российскому на европейскую, как минимум оценка проекта в 2-5 раз. Это как бы факты от нас независимые, но они так и есть. Плюс моменты с покупателями и компанией. Для ангелов самый отличный момент – это экзит. Экзит – это когда твою долю кто-то купил. Чтобы твою долю кто-то купил, нужны практика, опыт и компании, которые это покупают. Например, у нас в России в Европе и в Америке это огромное количество людей компаний. Google покупает по 7 компаниям в неделю. И все эти компании возвращать деньги на индустрию рейнгом Донстоповка заработал миллион и опять проинвестировал в этот фонд Google Earth, который влияет на развитие бизнеса. В России люди инвестируют, но в России люди инвестируют либо изначально в проект, у которого есть потенциал выходить на международный рынок, чтобы в один прекрасный момент оттестировать все эти бизнес-модели на России, да, понять, как он работает, какие-то суммы, тратить на продвижение и все остальное, и потом в какой-то момент его вывести в Европу, потом дальше продолжать. Либо это какая-то нишевая история, обычно связанная либо с госзаказами или с чем-то остальным, куда можно продать и получить хороший контроль. Вот. Как-то так. Но масштабируемые, как раз об этом говорить, что они смотрят на проект, чтобы можно было куда-то там масштабировать и двигаться дальше. Но на самом деле история меняется. Сейчас, вот я повторюсь сказать, Яндекс начал двигаться в эту сторону, какие-то крупные препараты начинают говорить о том, что им интересно покупать проект в этот проект. Потому что, чисто логично, почему компания Залежон покупает проект, потому что содержать свой R&D-отдел, как сейчас у нас происходит, например, в Альфобанке, мы с ними работаем тоже, у них огромный R&D-отдел, огромный офис, они вместе тратят на миллион долларов на людей, которые делают Альфобанком, альфиклик. В том же самое, как у нас с антипартией, все эти команды за 5 человек, которые вместе тратят 100 тысяч рублей. Занимаются тем же же самым. и ты приходишь в компанию, говоришь, ты тратишь миллион долларов на огромный R&D-отдел, а ты можешь тратить 100 тысяч рублей, получать команду, какую-то страйку, в которой горячие глаза и все вставляем. В чем плюс, в чем минус. Пока в очередь соглашаюсь, потому что обычно R&D-отдел это какой-то чувак, который пропускает через себя сети бюджета и живет в четверг жар. И компания вроде как неплохо. А в Америке, как бы, все идет к оптимизации, там профессионалы управления, все косты слижают и смотрят на все это. Но у нас в России тоже есть тихонечка композиции, я думаю, что скоро начнутся продажи по компании. Можно еще раз? Да, конечно. Как Вы считаете, человек, который ищет инвестиции для своего стартапа, имеет смысл одновременно контактировать с несколькими англовыми фондами и выбирать какие-то лучшие условия или последовательно? Смотрите, история подсинтетирования как раз то, чем мы занимаемся подразумевает собой, когда в проект будет несколько ангелов одновременно. Например, последняя сделка была, 200 долларов, в проект восход 4 ангела, 50 тысяч. В плане нормальной истории вполне даже более не имеет шанс на жизнь, чем если прошел один ангел. Потому что приходит 4 человека читает компетенции, у одного одна записная книжка, у другого вторая записная книжка, они все могут помочь контактами и всем остальным. если в проект начинает искать деньги, то лучше, скорее всего, обратиться в какой-то клуб бизнес-ангелов. Изначально, потому что там можно войти к экспертизу и собрать раунд быстрее, потому что это будет меньше человек. И параллельно можно общаться с другими, потому что нет ничего плохого в том, что кто-то еще подсоединится. тем больше чаще вы будете показывать свой проект потенциальным клиентам в первую очередь. И бизнес-ангел, например, тем больше вы создаете обратной связи, тем лучше ваш продукт подходить именно на свой клиент. и тем больше у него будет удовольствие покупка вашего продукта. Поэтому, если есть возможность, общайтесь со всеми на горку, это прекрасная вещь, которая вам нравится. А уточнить, пожалуйста, вот вы сказали про мультипликатор, да, о том, что бизнес-ангел интересный, мультипликатор 10 тем выше. А вот рынок из какой емкости в принципе рассматривает бизнес-ангел. Потому что вложить 500 тысяч долларов получить 5 миллионов долларов это одна история, вложить 500 тысяч рублей и получить 5 миллионов это совсем другая история. Не так интересно. Есть какой-то минимальный вопрос, от которого... Я понимаю, о чем вы даете. У нас в России как и пока отмечено большое количество профессиональных инвесторов, классических минимумов Запада и Европы, то может сложиться история, когда у нас 500 тысяч 5 миллионов будет считать себя супер успешным человеком. На самом деле ангел укладывает деньги в проект, он смотрит рынок под 50 миллионов долларов. Даже самый free не берет проект если объем рынка составляет 10 миллионов. Потому что это не те цифры и не тот шанс получения денег. Потому что 500 тысяч можно выложить намного менее рисковее, чем дать стартапу. Дать 500 тысяч и заработать 5 миллионов. Это может быть не вишки все остальные. Это те инвестиции, которые не несут огромный риск. Стартапы не несут огромный риск. Вам приходят люди, мы их отговариваем инвестиции в стартап в первую очередь, в последние деньги. Потому что мы получаем расстроенного человека, который никогда не будет не поинвестировать, и всем будет приятно сказать, что инвестиции плохо. Мы говорим, вот ты хочешь инвестировать, иди купи себе все, квартиру, машину, дай инвестиции в пифы, останутся деньги, приходи на систему проекту. Только так. Еще есть вопросы? Ну если нет, то спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, у нас, наверное, теперь никого не осталось, тогда я закончу мероприятие, да? Да, да. Спасибо, и всех целей за нами закрыты. Можем там выходить пообщаться, если все. Допросы будут, можно с вами прийти, я провожусь на вечер. Спасибо.